Приветствую, друзья, сердечно. Вот я благодарен участникам вебинара, потому что у нас вебинар прошёл настолько содержательный, настолько полезный и интересный, что мне до сих пор пишут благодарности, говорят, какие у вас дети прекрасные, психологи Алены Шейла, и какой вы молодец, и самое интересное, там же девушка одна, молодая мама, у неё полтора года ребёночку, и вот она там мне задавала вопрос, а почему, когда я выхожу на состояние нуля и задаю себе вопрос, чем могу быть полезной для человечества, чем могу помочь человечеству, я не слышу ответа. У меня, говорит, там безмолвие. Да, ну и Шейла там, я как психолог, как моя ученица, одна из первых, потому что Ален и Шейла, они у меня с детства воспитывали с этим методом ключ. Она там ей отвечала, что, наверное, у вас истощение, наверное, если полтора года ребёночку, наверное, вы не высыпаетесь, а потому что, когда мы выходим на нулевое состояние, в первую очередь организм начинает восстанавливать истощённые, нарушенные функции, и только потом, когда организм уже полон новых сил и энергии, ну вот это вот, кто не видел вебинары, посмотрите, это очень момент важный, и когда организм полон сил, тогда он уже отвечает на вопросы, потому что я вам хочу сразу сказать, и этот вебинар у нас был ещё раньше какой-то, на котором мы говорили, почему надо такой вопрос себе задавать, чем могу быть полезен человечеству, чем могу помочь человечеству. А девушка, вот, я не называю здесь имени, мы не согласовали этого, мы только по согласованию говорим имена, но она узнает, и ей привет большой, и большая моя человеческая признательность. И я там рассыпался в комплиментах по этому, на этом вебинаре, который вчера проходил. А здесь будет внизу ссылка, кто захочет этот вебинар посмотреть, пожалуйста. Так вот, дело в том, что вот эта проблема, ну, тут две проблемы обрисовались. Первая проблема, мы быстро обучаем людей своими советами выходить на нулевое состояние, а в этом состоянии действительно мозг, это мозговой санаторий, миллиарды клеток мозга заполняется запасом питательных веществ, и там кислород появляется, и голова лучше работает, организм улучшается в своих функциях и деятельности, человек становится более творческий, продуктивный, меньше устает и так далее. Так вот, в первой проблеме, когда человек выходит на нулевое состояние, то деятельность, которую он там, в этом состоянии хочет осуществлять, например, задал себе вопрос, вот она задала вопрос, зачем помочь человечеству, мозг не отвечает безмолвие, тишина, потому что в мозговой санаторий в первой части реакции идёт восстановление сил, а потом, когда силы восстановлены, он уже начинает отвечать на вопросы. И таким образом в нулевом состоянии можно решить любой вопрос, который вы себе точно формулируете. Да. Это очень интересно, потому что там можно решать те вопросы, на которые вы давно-давно ищите ответы, а найти не можете. А там вы себе задаёте этот вопрос, в этом нулевом состоянии. Там же идёт подключение всего опыта человечества, которое в вашей подкорке, так сказать, в подсознании лежит, что вы читали, слышали, о чём мечтали. Вот это всё там определённым образом суммируется, синтезируется, получается синергетика вашего подсознания и сознания, и получается понимание. Это очень интересно. Но я сейчас хочу возвратиться к тому моменту, что когда у нас в стране впервые вдруг я услышал в метро, когда кто-то обратился с какой-то просьбой кому-то там подвинуться там или ещё что-то, и кто-то ему ответил, это ваши проблемы. Появилась тогда в стране вот эта фраза, это ваши проблемы. Ну я тогда почувствовал сигнал тревоги, потому что что-то стало происходить, что-то стало ломаться в межчеловеческом общении. Вот это ваши проблемы. А вот теперь посмотрите в магазине, когда по обязанности к вам подходят и говорят, чем могу помочь. Это профессионально. А вот девушка задала там вопрос на том вебинаре вчерашнем. Чем могу помочь человечеству? Вы представляете, да? Какой уровень, масштаба личности, который задаёт себе такой вопрос. Ну говоря поэтично, ну как в букете цветов свой цветок посадить и взрастить в букете человечества. Ну это же как прекрасно, когда девушка, у неё малыш, полтора года, она не высыпается, задаёт себе такой вопрос. Чем могу быть полезно человечеству? Любить ближнего, это понятно, это во всех религиях. Люби ближнего. Ну вот Христа спрашивали, а кто ближний? Скажи, кто ближний? И он сказал притчу Самарянине, что оказывается, ближний всякий, независимо от веры, независимо ни от чего. Так вот вопрос. Представляете, вот мы вчера провели вебинар, который посвящён раскрытию способностей человека. А ещё раньше, раньше мы проводили вебинар, что если вы задаётесь каким-то вопросом, то если в этот момент вы задаётесь одновременно с этим вопросом, чем могу быть полезен, чем могу быть полезен человечеству, то оказывается, когда вы задаёте вопрос и ищете ответ, наиболее простой ответ сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей, то ответы приходят эффективнее, успешнее, продуктивнее и быстрее. Так вот, эта девушка, она на том старом вебинаре была, и она пыталась сейчас, когда она уже освоила метод Крюч, когда она может быстро выходить на состояние нуля, она в этом состоянии задала себе этот вопрос и не услышала ответа. Ну и Шейла ей, как психолог, объясняла, что, наверное, вы не высыпаетесь или утомляетесь вашему малышу полтора года и так далее. Я вот что хочу сказать. Там Катя наша, Головина, которая несколько лет назад получила помощь по методу Крюч, она вышла из панических состояний, там всякой тревожности, стала жить нормальной жизнью, кататься на велосипеде, дочку воспитывать и так далее. Вот сейчас, когда в Украине сложная ситуация, она там сказала, написала, что у нее нет денег на хлеб и так далее, и Борис наш, Каневский, из Израиля, сразу ей помог. Так вот, вопрос заключается в том, чем человек может быть полезен человеку, человечеству, ближнему. Конечно, этот вопрос очень важный. Я хочу, чтобы мы все задумались об этом, потому что у нас все время пытаются вольно или невольно, специально или не специально каким-то образом расчеловечивать. Вот это началось тогда, когда я сказал, был первопризнанным, это ваши проблемы. И повторюсь, смотришь в магазине, говорят, чем могу помочь. Ну, это профессионально, это потому, что так вот нужно делать, потому что их так учат. А вот когда от души, это совсем другой масштаб личности. Поэтому я считаю, что нормальный человек это тот, который болеет не только о себе, но и о ближних. А чем шире масштаб личности, тем и о человечестве. Вот же в чем дело. Поэтому все выдающиеся люди, во-первых, почемучки, они задаются вопросами, они ищут ответы. Потому что только почемучки становятся великими. Это во-первых. Во-вторых, они по-человечески, по-человечески, сопереживательные. Сопереживательные. И девушки там ответили, ответили, что если вы будете делать свое дело хорошо, профессионально, то вы уже помогаете человечеству. Ну, вот она точнее хотела. И вот я сейчас специально этот ролик записал не только для нее, не только для того, чтобы поблагодарить всех участников вебинара вчерашнего, который был посвящен раскрытию способностей и как управлять своими эмоциями. Вот в этом состоянии безмолвия, которое наступает в нырёвом состоянии, мы как раз и учимся отрешаться от ситуации, быть в состоянии, когда мы одновременно и участник события, и его свидетель. Мы учимся этому управлять своими эмоциями. Выходить на состояние нуля, это значит расширять моментально опыт вот этой эмоциональной дистанцированности, эмоциональной отрешённости, созерцательности, чтобы мы могли анализировать, чтобы мы могли смотреть на вещи не только будучи в них, в этом эмоциональном состоянии, а ещё и философски, для развития личности. То есть по существу выход на состояние нуля, нулевое состояние, это точка опор, это состояние, в котором вся эволюция человеческого развития происходит как бы в конденсированном виде, в концентрированном виде. Сначала идёт восстановительный механизм, потом творческий механизм. Это уж так здорово, когда появляется после стадии выживания стадия созидания. Ну, я хочу и рассказываю об этом в каждом ролике частями. Вы должны знать, что у меня этот ключ, это инструмент для того, чтобы человек становился человеком в моменты, когда он об этом забывает. Например, когда он находится в стрессе, ему не до кого. Когда выходит из стресса, он начинает видеть мир. Друзья, учитесь по методу ключ. Наша школа Человек будущего Homo Futuro сделала сотни бесплатных ликбезов и по 2-3 часа и так далее. Смотрите, они же все там есть. Посмотрите прелесты, запишитесь, кто не записан на канал YouTube, записывайтесь на канал Телеграмм наш. Там идет обмен опытом. Я вас хочу поблагодарить за вчерашний вебинар. Несмотря на то, что мы не могли оплатить из России Zoom, и поэтому мы пользовались Zoom через другую страну, нам помогли там, чтобы мы могли проводить наши вебинары и бесплатные ликбезы тоже. И вот так несколько раз срывалась во время вебинара наша трансляция, но мы все равно его провели, потому что мы учимся через нулевое состояние управлять энергией стресса, использовать стрессовые события и стрессовые напряженности для решения важных вопросов. И мы сумели провести, сумели, я очень рад, я счастлив, и потому что Боря Каневский помог Кате Головиной, и потому что девушка задала этот вопрос и задается таким вопросом. Как же я могу быть несчастлив? Конечно, я счастлив. Друзья, наша школа человек будущего это по сути школа человечности. я надеюсь, что вы меня поняли. До встречи. В следующем